Мы переходим к обсуждению следующей темы. Международный день борьбы с коррупцией отмечается сегодня. 9 декабря 2003 года была открыта для подписания соответствующая конвенция ООН. Россия подписала ее в числе первых, однако заметных результатов это не дало. В различных международных рейтингах, которые отражают ситуацию с противодействием коррупции, Россия традиционно в числе аутсайдеров. Так, по итогам прошлого года страна занимает 129 место из 179. Чем выше место в рейтинге, тем ниже коррупция в стране. Эксперты считают, проблема в том, что в стране толком не создана система защиты заявителей о коррупции, а крупные дела нередко заканчиваются на этапе публичных разоблачений, а до суда доходит редко и трудно. Но работа идет. В августе этого года президент утвердил новый национальный план по борьбе с коррупцией, который рассчитан до 2024 года. Впервые подобный документ был принят в 2008 и с тех пор новые версии утверждались каждые два года. В нынешнем плане определены 16 основных направлений антикоррупционной деятельности, разбитые на поручения для различных ведомств. Они касаются уточнения формулировок в законах, более жесткого контроля, подтверждения достоверности сведений о доходах и расходах, а также ужесточения наказания за коррупцию, обучения бизнеса и так далее. Помимо этого президент поручил изучить практику защиты людей, которые сообщили о коррупции, и утвердить программу по просвещению граждан в этой области. Но коррупция – это не только дела, которые связаны с гигантскими махинациями, крупными откатами. Масштаб этого явления связан еще и с тем, с чем мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. По словам экспертов, десятилетиями в России складывается так называемая традиция благодарности, когда без подарка сложно решить даже самый обычный вопрос, будь то место в детском саду или получение какого-то документа в срок. И нередко мы сами провоцируем бытовое взяточничество. Продолжим разговор с гостем. В студии Константин Волков, кандидат юридических наук, директор дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия. Доброе утро. Доброе утро. Константин Александрович, доброе утро. Что такое коррупция с точки зрения российского законодательства? Насколько там все проработано и предусмотрено? Ну вот вы сказали о том, что в этом году, точнее, день борьбы с коррупцией привязан к конвенции ООН. О борьбе с коррупцией. И через пять лет после принятия конвенции, в 2008 году, наш законодатель принял специализированный закон. Он так и называется, противодействию коррупции, где дается определение понятию коррупции, под которым понимается злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, дача взятки, получение коммерческого подкупа физическим лицом с использованием своих должностных полномочий в целях получения выгод имущественного характера. Это могут быть деньги, какие-то активы, но обязательно имущественного характера, которые противоречат интересам общества государства, а также действия других граждан, связанные с обратным, с подкупом данного лица. Важно заметить, что коррупция является не только действием в интересах конкретного должностного лица, но и в интересах конкретной юридической организации. Поэтому в настоящее время вот такое достаточно широкое определение понятия коррупции. А насколько жесткое наказание, насколько вот эти формулировки, они применимы к реальной жизни? Насколько они затрагивают всякие всевозможные схемы, которыми используются? Ну, в настоящее время, если мы говорим о юридической ответственности в отношении коррупционных правонарушений, то есть я умышленно говорю о правонарушении, а не преступлении, то фактически все сферы затрагивают юридической ответственности. Ну, самая суровая, это, конечно, уголовная ответственность, административная есть ответственность. В отношении коррупционеров, возможно, и ответственность гражданская права, и в том числе трудовая. Почему? Потому что, если мы говорим о лицах, которые могут стать коррупционерами, это исключительно должностные лица, а на них распространяются специализированные законы, в том числе, например, закон 79 ФЗ о гражданской государственной службе, где, возможно, при возникновении, когда у чиновника возникает конфликт интересов, и он таким образом никак не реагирует, то могут быть взыскания вплоть до отстранения от должности, увольнения. А как у нас дела складываются со статистикой в стране с коррупцией? То есть больше и меньше становятся? Какие сферы лидеры? Буквально вчера в российской газете Александр Бастрыкин давал интервью по поводу как раз преддверия дня коррупции. Он отмечал, что в этом году отмечается рост преступлений коррупционной направленности. Традиционно ежегодно это порядка около 30 тысяч преступлений, из них половина преступлений это дача получения взятки. Собственно говоря, приводил даже весьма интересные примеры в части того, какие суммы. Удивительно, мне такой пример заполнился. Самый большой размер взятки составлял 957 миллионов рублей. Поэтому борьба ведется, и правоохранительные органы, надо им сказать, естественно, спасибо, это является приоритетным направлением деятельности. Ну а вот если говорить вообще про сферы жизнедеятельности, про какие-то отрасли, то вот какая отрасль или какая сфера является самой, ну скажем так, коррупционно емкой? Вы знаете, есть статистика, да, и есть высказывание, его приписывают то Марку Твену, то другим авторам, которые говорят, что есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Вот если мы будем брать статистику, то первенство между тремя категориями, это правоохранительный орган, значит, работники сферы образования и сферы здравоохранения. Но дело в том, что в России спецификой как раз, ну я думаю, это не только Россия, но и по всему миру, противодействие коррупции заключается в том, что в основе своей большинство коррупционных правонарушений это бытовая коррупция. То есть это та коррупция, которая, к сожалению, не относится к деловой, не относится к политической, в силу того, что очень сложно расследовать дела в силу особого статуса и ряда других моментов. Ну да, действительно, мы же привыкли ругать тех, кто там, берет вот эти огромные сумки, не знаю, с миллионами каких-то долларей или чего-то еще, большая коррупция и так далее. А на себя как бы особо не смотрим, потому что мы же привыкли с шоколадочкой, с пакетиком к доктору поить, или вот как был приведен пример. В детский сад, что касается бытовой коррупции, насколько она распространена? Ну, вы знаете, относительно бытовой коррупции, как я сказал, самая распространенная, это 60% всех преступлений зарегистрированных, это как раз варианты бытовой коррупции. Но в то же время, да, хотелось бы сказать, что есть, конечно, определенные проблемы, связанные с правовой регламентацией. Почему? Потому что в настоящее время законодательно четко не определена грант между подарком в отношении должностного лица и дачей получения взятки. И это, конечно, мешает в том числе правоохранительным органам четко реагировать на те или иные задачи и действительно создает иллюзию граждан, если он сегодня шоколадку принес, то завтра можно там и где-то денежку принести. Вот, тем самым забывая о том, что в этом отношении передача любой суммы денег, это без вариантов, является дачей получения взятки. Знаете, честно говоря, я хочу в стране жить, да, где нет коррупции. Миллионы, конечно, есть примеров. Во всех странах есть коррупция. Мы не исключение, мы не особенные, но мне не важно, как там в Буркино-Фасо, я хочу в России жить, где нет коррупции. Вот какие есть способы искоренить это зло? Вы знаете, закон о противодействии коррупции говорит о том, что этот закон создан для того, чтобы осуществлять профилактику коррупции и борьбу с коррупцией. Вот почему-то у нас все считают, что нужно бороться с коррупцией, забывая о том, что основная составляющая любых причин и условий совершения преступления не то, что правоохранительные органы находят, не находят, хотя это очень важно, а важная составляющая все-таки от общества не позволять себя вести себя в коррупционном поведении. У нас есть две модели, ну, они признаны самые идеальные, это шведская модель, сингапурская модель, там добились самых лучших результатов по противодействию коррупции. И все они как раз связаны с тем обстоятельством, что государство создает определенные социальные гарантии обществу, прозрачность каких-то инструментов. Если мы вспомним лет 10 тому назад, еще когда мы получали загранпаспорта без госуслуг, все было абсолютно очень непросто. Сегодня никто не идет, не ищет знакомых, как говорится, не покупает те же самые шоколадки, конфеты, достаточно выйти на госуслуги. Поэтому чем больше мы сделаем прозрачности в сфере госуправления, чем больше население будет контролировать, тем, наверное, это лучше. Ну и самое главное, конечно, это воспитание населения, то есть привитие нетерпимости вообще к фактам коррупционного поведения. В общем, начинаем с себя, смотрим на себя и надеемся, что... Надеемся, что когда-нибудь это все закончится. На студии был Константин Волков, кандидат юридических наук, директор дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия.